В гостях у .NET Маша Екатерина. Сегодня она ответит на все ваши вопросы. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители .NET. Я обожаю здесь бывать. Меня тут всегда принимают дорогой душой. Вопросы смешные, классные, интересные и всегда разные. Поэтому я вся ваша на протяжении часа. Маша в гостях у .NET. Здравствуйте, выключите мне чай. Мне привезли какой-то дороговалютный чай. Даже прям в правильной упаковке. Знали? Придет истеричка. Чай питье. Приступим, Анечка. Вот, Женя. Здравствуй, Маша. Ты хотела бы, чтобы твоя дочь пошла по твоим стопам. Интересно, кем она мечтает стать, когда вырастет? Аня, давайте я буду зачитывать сам, потому что с днем журналиста поздравляют. Да, мы оптимизируем наши действия. Я зачитываю, Баринька отвечаю. Да? А вы записывайте, Аня. Вы не записываете? Класс. Тогда слушайте. Спасибо большое за поздравление. Я... Мне лестно, что вы меня поздравляете с днем журналиста. Это правда. И я действительно... Это для меня большая, высокая оценка. Потому что это мое сейчас самое интересное и, как сказать, новое поприще, которое я прохожу со своей командой достаточно, как мне кажется, результативно. Чтобы моя дочь пошла по моим стопам, я, честно говоря, до 12 лет задумывалась, ее 12 лет задумывалась над этим вопросом, над ответом над ним. Потому что мне его так часто задают, что я все время Нану пыталась. Говорю, кем ты, кем ты хочешь стать? Ну, судя по тому, что она меняет ответ приблизительно где-то раз в год, то на сегодняшний день, когда ей вот стопло 12, у меня нет, честно говоря, конкретного ответа на него. По ситуации на полугодичную давность она хотела быть дизайнером интерьеров и одежды. Что будет дальше, посмотрим. По крайней мере, по нашим с вами общениям сможем понимать, как эволюционирует фантазия моей дочери Наны. На каких женщин вы равняетесь? На каких актрис и исторических личностей современных женщин? Может быть, это мама, Катя Асачи или Бейонси? Есть еще варианты ответа? Я люблю всех троих. Мамуречка – мой самый близкий друг, мой самый близкий человек. Катя Асачи – человек с огромным сердцем. Мой друг настоящий и прекрасный. Я ее очень люблю и уважаю. Под Бейонсе пою и танцую в машине. А если честно и серьезно, то равняюсь я исключительно на собственные принципы в жизни. Мораль и ценности. Уже могу себе позволить, потому что я чуть-чуть пожила. Больше, чем, мне кажется, некоторые из вас. Маша, вот пример для моей дочери. О! Вот! Спасибо большое. Маша, у вас недавно был день рождения. Просто не поверил своим глазам, когда увидел, сколько вам лет. Да-да, я тоже иногда не верю своим глазам, когда смотрю в свой паспорт. Как вам удается сохранять не только прекрасный внешний вид, но эту юношескую легкость? Александр. Ну, спасибо вам большое. Вот видите, сейчас никаких фильтров, никаких, как сказать, ретушей. Я в прямом эфире на точке, и вы можете видеть все мои недостатки и, опять же, сравнить мой паспортный возраст с тем, что видите на экране. Я отношусь к этому очень легко и просто. Меня чуть-чуть, конечно, так, это в этом году кальнуло в области гипофиза. Так, 3,7. Необычная циферка, как для моего сознания, потому что вы совершенно правы, Саша, у меня внутри не такой возраст и не такие ощущения. Но я подумала, ведь бывает 7,3. Поэтому 3,7 – вариант куда более приятный. Спасибо вам за комплимент. Так, ты закончила университет с дипломом переводчика. Если я не ошибаюсь, как ты пришла к тому, что хочешь работать на ТВ? Мои любимые вопросы. И еще один вопрос. Кем ты хотела стать в детстве? В детстве жадная. Я хотела стать королевой. Вопросы? Королевой. Хотела красивое платье. А дальше я не помню. Помню, что хотела красивое платье и стоять так красиво, чтобы люди вокруг были. И улыбались мне все. Самая большая мечта сбылась. Мне действительно на улицах люди зачастую улыбаются, на улицах Киева. И это мое огромное счастье. Я просто в эти моменты понимаю, что не зря живу. Как я пришла к тому, что хочу работать на ТВ? Я сперва пришла на ТВ, а потом поняла, что хочу там работать. Попала я на него совершенно случайно. Устраивалась работать на УТ-1. На позицию администратора. Меня сказали, что, возможно, попробуют на какую-нибудь программу. Попробовали, прошла. Потом получился подъем. И с тех пор, как говорится, я глубоко там. Так, Маша, поделитесь опытом, как оно воспитывать сына? Как оно? Кажется, что дочери легче быть примером для подражания. Как подавать пример сыну? Ирочка, дорогая моя, по-моему, у кого-то есть сынок. И это, наверное, вы. Или же вы хотите сыночка, если задаете такой вопрос и пока не знаете, что с этим делать. Детей я воспитываю не по принципу, что я должна быть каким-то примером. Или супервоспитателем. Или человеком, который должен вырастить детей, чтобы они делали и жили все правильно. Я считаю, что их нужно очень любить сильно. По-настоящему, честно. Без краев, без ограничений. Их надо просто залюбливать. Маленьких, этих пухлых, сладких котят. И они... Видите, у меня даже слюны начинают течь, когда я о них говорю. И они будут всегда вам за это благодарны. Они тогда впитают и правильную мораль. И если бы пример для подражания для них, что еще будет лучше. Поэтому и правильную модель поведения вас и вашего мужа. Дети все считывают, списывают. Они смотрят. И порой даже больше, чем нам кажется. Их надо любить. Слишком много любви для детей не бывает. А сын и дочь, это действительно по-разному. Но по-разному круто. Мария, не скучаете по временам подъема? Хм. Вы знаете, судя по тому, что мне... Я подъем окончила вести в 2004 году. Сейчас, слава тебе, Господи, в 16-й. И судя по тому, что 12 лет, в общем-то, ежедневно мне кто-нибудь, либо в таком виде, либо на улице, либо в смс-ках, либо в соцсетях, неизменно напоминает про подъем, то вы мне про него забывать не даете. Чему я тоже рада? Это для меня означает, что старт в моей телевизионной деятельности был взят очень правильный, мощный, сильный, а самое главное, образцовый. Потому что люди до сих пор его помнят. И на подъеме выросло, оказывается, не одно поколение. Я скучаю по временам этим по одной причине. Было очень круто и весело. У нас была фантастическая команда. Мы все время смеялись, несмотря на дичайшую усталость. Юра Горбунов дал мне гигантскую профессиональную школу. Мы ежедневно в прямом эфире по три часа работали вместе, и проходили разное, и ссорились, и мирились, и дружили, и не дружили, и выясняли какие-то проблемы, и дискутировали. Мы вели программу, но одновременно росли на ваших глазах в течение пяти лет. Это самая крутая школа телевидения. И мне в этом отношении очень повезло. Мне не пришлось заканчивать какие-то курсы, где-то учиться. Я проходила эту школу пять лет ежедневно на ваших глазах. Поэтому, конечно, наверное, вы его и помните. Подъем я никогда не забуду. Это часть моей личной истории. Ты когда-то говорила, что хочешь поработать в интернет-пространстве. Как успехи? Василиса. Успехи, честно говоря, пока что ограничиваются моим микроблогом в Инстаграм. Когда у меня есть время, задор и настроение, я чего-нибудь там записываю. Понимаю, что для более большого проекта, блога или такого чего-то профессионального нужно время. Сейчас я последние полгода активно занята черити-викендом, который состоится через неделю, 11 и 12 июня. А потом опять я себе поставила план, что я вплотную подберусь к этой задаче. Интернет – это круто. В интернете я чувствую больше честности, реалистичности и драйва, если честно, в последнее время. Однако же телевидение и интернет – это все-таки разные штуки. Телевидение – это масштабная, мощная такая стихия, где нужен исключительный профессионализм. Профессионализм в определенных рамках, в определенных правилах. Интернет – это больше твоя природа, твоя суть, какое-то даже твое баловство. Однако тоже, наверное, облаченное в профессиональные рамки. Это разное. Я люблю очень сильно телевидение, а в интернете мне предстоит сделать еще, мне кажется, бесконечное и безграничное количество шагов. Тебя не видно ни в кино, ни в театре. Ты больше не играешь. Ты скучаешь за театром и кино. Кристина. Кристина, что радует? Вы киноман и театровед. Я скучаю, конечно, в театре, по театру особенно, потому что по кино мне не приходилось скучать. С декабря месяца прошлого года, на протяжении последнего полугода, я была занята на съемках кино под названием «Тройная защита». Его премьера состоится в сентябре на телеканале «Украина». Полгода моей жизни были проведены на съемочной площадке именно этого кинофильма. Мы сняли 16 серий, они уже в монтаже. И, собственно, я, скрестив пальцы, жду сентября, потому что, ну, это моя первая очень серьезная работа. Первая главная роль. Ага, Кристина. А там, я думаю, что и до театра доберемся всему свое время. Главное, без аматорства. Вот аматорства я точно не люблю. Какими, с чего вы начинали свою карьеру? И сколько вам было лет, когда попали на телевидение? Когда мне было, мне было, мне было, я была на третьем курсе университета Шевченко. Сколько мне было лет? Лет 9, 18, 19 мне было. 19 лет мне было? 9, мама дорогая. Какими качествами должен обладать журналист-профессионал? Не сосать конфетку, как я сейчас. Так, какими качествами? Профессионал. Ну, профессионализмом. Ну, мое важное заявление по поводу обнаружений вот в таких серьезных журналистских открытиях своих, это неподдельный интерес к тому, что ты делаешь. Это неподдельный интерес к материалу, который ты пишешь, к гостю, с которым делаешь интервью. Ну, прям совсем, без причуд, без наигранности, без лицемерия. Прям вот конкретное проникновение в человека. Это мне очень помогало в Видверте, прям очень помогало. И я других более правдивых и честных инструментов для того, чтобы человека разговорить, пока для себя не обнаружила. Как оно, брать интервью у коллеги? Что сегодня за формулировки? Как оно? Что такое? Как оно? Как оно? Мне было неловко говорить с Алексеем Сухановым. Оно было так. Алексей пришел с цветами, расслабил меня, растрогал. Я к нему очень нежно отношусь. Он человек очень тонкий, очень закрытый при этом. Он живет в своем таком микромире, несмотря на то, что посвящает всю свою жизнь, всю абсолютно телевидению и героям программы «Говорит Украина», собственно, в которой он работает ежедневно. И очень интересно, что вы обозначили именно его среди 30 гостей в студии Видверта. Наверное, что-то знаете. Интересно, почему? Я меньше всего знала о нем. Меньше всего. Если о своих коллегах, мне все-таки так или иначе, за столько лет существования в телевидении и в шоу-бизнесе очень много известно, то об Алёше совершенно ничего. И я как-то переживала. Во-первых, потому что, с одной стороны, интерес был у меня зашкаливающий. Вот перед тобой чистый лист сидит. Пожалуйста. Вернее, не лист, а такой домик закрытый на все замочки. Пожалуйста, бери да открывай. Это намного интереснее, чем, так сказать, мусолить всем известную тему. Хотя в этом варианте тоже есть свои моменты. Потому что вроде бы в замусоленной теме, когда открываешь что-то новое, свежее, тоже кайфуешь. Ну, в общем, я обожаю эту программу, поэтому неловкости не было по одной причине. У меня вообще нет неловкости, потому что я знаю, что если человек приходит в студию Витверта, он уже готов к разговору. Его уговаривать не надо, упрашивать, телиться перед ним. Он принял внутреннее решение, готов разговаривать. А там уже задача моя максимально не потревожить его интимную территорию, максимально бережно принять ту информацию очень личную, которую он мне доверяет. Управляться честно, бережно и нежно с тем, что мне доверяет человек в студии. Поэтому неловкость – это не то качество, которое царит у нас на площадке. Некий пиетет и придыхание, конечно, есть, потому что люди приходят самым сокровенным. Но это очень-очень-очень интересное чувство. Маш, представь, у тебя есть шанс изменить одну вещь, события, действия, внешность и так далее в своей жизни. Что бы ты изменила? Если бы не меняла, то кому бы подарила эту возможность? Ух ты! Впервые мне такой задают вопрос. Одну вещь. Я бы сделала так, чтобы не было никому не нужных детей. Я несколько лет занимаюсь уже детками-сиротами, которых выбрасывают свои родители. А я всегда использую слово «выбрасывают», потому что можно сказать, там, отказываются, отдают. А их выбрасывают, понимаете? Вот родила и отдала – это что значит? И, честно говоря, Жасмин, не знаю, сколько вам лет и тронет ли вас эта тема, но я все равно это скажу. У нас в стране около 170 тысяч, да, сирот, мы бы недавно статистику подводили. 170 тысяч сирот, 170, чёрт, тысяч никому не нужных детей. А в других странах, в Европе и на Западе вообще нет, даже детских домов нет. Там, если от ребёночка кто-то отказывается, на него претендует целая очередь людей, желающих их усыновить. Не существует такого института, как детские дома, сотни их у нас в стране. Вот мне бы, честно говоря, если бы у меня была такая возможность это изменить, я бы сделала так, чтобы у всех ненужных своим родителям детей появились родители, которые бы хотели их воспитать. Мне кажется, это был бы важный, оздоровительный момент для всего нашего общества. Конечно, я бы не меняла действия все вместе с моими ошибками. Это мой опыт, ошибки нужно совершать, и я их совершаю, всем советую, потому что без них не существует эволюции. Проще к этому нужно относиться. Какой именно разговор откровенно запомнился больше всего, больше всего зацепил? Тут по-разному, ребята. Потому что я испытываю всегда крайне разные эмоции. Например, разговор с Антоном Лирником, это была последняя передача в этом сезоне. Это был самый тяжелый разговор. Ну, это просто сам. У меня не было слов, я не справлялась с эмоциями. Я бесконечно благодарна Антону, что он меня выбрал тем человеком, которому все это доверило. Это было очень сильно. И для мужчины, я думаю, подобная исповедь, это вопрос очень внутренних жизненных решений. С придурой ржали, но это прекрасно, плакали тоже. Он мне так много подарил эмоций. Я не могу по фамилиям перечислять, потому что ни одного похожего разговора друг на друга, ни одного одинакового. Дышуля Астафьева, как раскрылась. Ну, вообще, я сидела, боялась дышать. Настолько глубокий, сильный человек. Славу я Каминскую для себя открыла. С паном Андреем Садовым мы так гарно поговорили. Боя Винь, такие боевые все честные, честные, сказав, ну, никто, мы не так нараздёховщи. Это из запоминающихся. Все артисты достаточно сильные люди, пришедшие откровенно. И я им за это очень благодарна. Правда. Ни одного разговора, который бы хоть на микросекунду меня заставил почувствовать безинтересность. Какая работа... А, вот, у меня в этом году поступает дочь. Она мечтает стать актрисой, но семья мы не богатая. У ребёнка немного идеализированные взгляды на то, что собой представляет работа актрисы. Не хочу отговаривать её. Может, поделишься, с чем придётся ей столкнуться, к чему надо быть готовой. Заранее спасибо за ответ. Так, Леся, ну, смотрите, тут же кто-то перед вами в зелёненьком сидит без образования актёрского. Да-да, это я. Вот, я не поступала в специализированный вуз. Мне повезло, со мной работал мастер Виталий Федорович Малахов, удающийся режиссёр театральный. И стал, собственно, моим учителем на этом поприще. Что хочу сказать вам, я тоже из очень, очень, поверьте мне, скромной семьи и очень небогатой. Особенно, не забывайте, это был 97-й год, когда я поступала. И мы жили крайне скромно, и жили в Керчи, и понятие Киев и Керчь – это как примерно Земля и Марс тогда были. Поэтому я знаю, о чём я говорю. Поступала я самостоятельно. Вот, мне помогли всевозможные олимпиады, диплом, олимпиады всеукраинской по-английскому, красная медаль, господи, золотая медаль. Я поступала по собеседованию в университет Шевченко. Поэтому всё, что могу рассказать вам я спустя 20 лет, о господи, это то, что никто не отменял ещё хорошую подготовку, никто не отменял вступительные экзамены и талант, если речь идёт об актёрском. Если девочка обладает талантом, то не то, что не нужно её отговаривать, нужно поддерживать. Единственное, что она запомнит, как бы не прошли вступительные экзамены, это вас. Поддерживали вы её или нет, что вы ей говорили и как вы её направляли. Наши дети всё равно смотрят на нас, что мы говорим, как мы себя ведём, как мы реагируем. Поэтому сосредоточьтесь больше на ней и станьте ей другом, поддержкой и союзником. Я думаю, что у неё всё получится. Столкнуться придётся, как и всем, со сложностями, с большим количеством студентов, претендующих на это место, и, возможно, с попыткой сделать этот шаг ещё раз. Но тут всё зависит от вашей веры в вашу дочь. Я серьёзно говорю. Какая работа сложнее, ведущей или мамы? Мама – это не работа, мама – это удовольствие. Мама – это прелесть. У меня вчера был день такой, единственный выходной за последние несколько месяцев. И я думала, полежу, полежу, почитаю, масочку положу, на лицо какое-нибудь симпатичное. Сегодня же в люди выходить. Зайдите в мой инстаграм, посмотрите, как я его провела. Александр ухэкал нас всех. Меня, Нану, папу своего, собака даже у нас осипла к концу дня. Лежали на траве всё больше и так далее. Еле что попадёт. Вот. И вырубились все. Вот. Не успев помыть ножки. Шучу. Я... Семья – это мой источник энергии. А моя работа – это задачи, которые я перед собой ставлю для того, чтобы прочувствовать, что моя жизнь живётся не зря. Вот так. Читаете ли вы подписчиков комментарии ваших в инстаграм? Периодически читаю. Иногда, когда у меня нет времени, я не перечитываю. Я так смотрю, там какое-то количество комментариев не удаётся. А иногда, когда у меня есть свободное время или пробка, или что-то, я пролистываю. Знаете, как в анекдоте. Заглянул Ксюше под юбку. Потом долго думал. Вот и я. Иногда так. Прочитываю комментарии. Да. Потом долго думаю. Но я отношусь к комментариям достаточно спокойно. Я баню только хамов и оскорбления. Когда меня оскорбляют, я говорю, пошли вы. Никто не имеет права гадить на моей странице. Это моя территория. До свидос. Так. Вам не хочется иногда не идти на мероприятие, работу, куда-то ехать, идти в зал, соблюдать диету, а просто полежать дома и покушать вкусняшки, Анита? Хочется. Хе. О, че, ты, са, ся. Очень. Часто. Да. Вы любите велосипедные прогулки? Обожаю. У нас есть два велосипеда. И мы с ананасом. В смысле, с нанайцем. В смысле, с наной. Иногда вечером ездим в окрестностях дома нашего. Вдвоем болтаем. Она что-то щебечет. Что я кручу педали, пока не далее. Как вам детокс? Посоветуете? Опачки. И вот тут, Машенька, пожалуйста, возьми ответственность на себя. За чье-то здоровье. Смотрите, чтобы приступить к детоксу, вы должны быть здоровы. Это честно и без дураков. Прям здоровы. У вас все в порядке. Должно быть с желудком, с поджелудочной, с вашей печенью, с кишечником. В общем-то, я бы рекомендовала какое-то профилактическое обследование сделать. Правда. Что такое детокс? Я лично прохожу детокс раз в год. Я либо езжу в клинику, которая специализируется на этом. Это капельницы, озоны, чистки разные. Я предпочитаю специалистов и делать это под присмотром. Потому что самому можно так себя начистить. Так вычистить все. Что потом вас будут загрязнять таблеточками в больнице. Поэтому, если нет возможности куда-то выезжать, у меня ее очень много лет не было. Я только последние несколько лет практикую в клинике. Я предпочитала разгрузочные дни. Делать себе раз в раз в день. И предпочитаю посидеть на супах пюре. Или же на свежевыжатых соках. Но опять же, ребята, есть ли у вас порядок с поджелудочной и с желудком? Прям вот сильно говорю вам. Обратите на это внимание. Иначе можно и скоро закончить. Голод не люблю. У меня нет сил на голоде. У меня ежедневно расписан график. Я бы не выдержала. Я бы скопытнулась где-то тут и рядом на этой водичке. Меня бы ею и полили. Поэтому сперва доктор, потом детокс. Расскажите, какие выбрать полезные перекусы? Так, чтобы на работе и учебе не умирать с голоду. И чтобы вкусно было и полезно тоже. А то после бутербродов и булочек сама как булочка. Настя! Мы в современном мире живем. Ну, какие бутерброды и булочки, друг мой? Понимаю, хочется. Понимаю, вкусненько. Мои перекусы. Это миндаль сушеный. Это сухофрукты. Сейчас, благо, очень много фруктов. Но ешьте их до трех часов. Это сладкие, это быстрые углеводы. Вот эти сахара, которые там находятся к вечеру, отложатся так же, как и булочки. Поэтому до обеда можете фруктами перекусывать. Что еще я люблю? Я люблю рисовые крекеры. Они без глютена, без дрожжей, без всего этого ужаса. И они очень хорошо аппетит тоже убивают. И желательно на них колбаску и сырочек не класть. Просто рисовый крекер погрызть. Можно разного рода свежевыжатые соки делать себе. Что еще? Перекусы, перекусы. Кефирчик можно с собой. Шандарахнуть взять. Питьевой. Тоже неплохой перекус. Ну вот так-то, верно. Бутерброды и булочки. Настя, отмените бутерброды и булочки на две недели. Вот прям уберите, вычеркните их из рациона. Через две недели напишите Машеньке спасибо. Машенька будет рада. Вы очень красивая, без макияжа. Спасибо вам. Хорошо, что не слушаете доброжелателей. желателей. Ага, подписаны на мой инстаграм. Понятно. Спасибо, что продвигаете естественную красоту. Не боитесь показаться собой. Доказывайте, что женщины не куклы, а люди. Конечно. Ну, а как это, куклы? Женщины некоторые хотят быть куклами. И успешно продвигаются к этому процессу. В лицо все себе вшивая. Я считаю, действительно... Вот смотрите, у меня какая штука есть. У меня же есть фотки, где мне 25. Также у меня есть фотки, где мне 20. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что такое не нравится себе в зеркале. Вообще. Прям не смотреть. Прям хочешь за весь зеркало, лишь бы не смотреть. И я знаю, что все в руках женщины. Вот правда, ту внешность, которую вы хотите, вы можете получить. Можете. А для этого не надо иметь миллионы. Или там делать какие-то пластические операции. Я вообще страшная... Можно сказать слово «сыкло». Нельзя. Нельзя сказать слово «сыкло». Не сказала «я боюсь». Трусиха. Я ужасно боюсь что-либо делать. Прям ужасно. Прям страшно боюсь. И поэтому, конечно, смеюсь, когда мне в инстаграме пишут, что я там изурозовое лицо. Сколько пластики. И всем, конечно, кажется, что проще всего себе что-то сделать. Нифига не проще. Проще всего себя изуродовать. Вот. А сложнее заниматься своей красотой. Ваше лицо – это ваше настроение внутреннее. Это ваше питание. Это то, что вы пьете, едите. Это ваш уход. Кремы, которые вы используете. Воздух, которым вы дышите. Косметика, которую вы накладываете на лицо. Поверьте мне, от самой демократичной, как декоративной, так и по уходу, есть разные совершенно хорошие марки и линии, которые позволят вам хорошо выглядеть. Есть у вас какие-то высыпания, есть у вас какие-то проблемы. Пойдите к косметологу. Не идите к зеркалу и не переворачивайте его на увеличительную сторону, потому что увеличительное зеркало, сразу пальчики чешутся, что-нибудь себе там сделать. Не делайте этого. Пойдите к специалисту. Пожалуйста. У нас до сих пор есть как государственные лечебницы косметологические, и я, наверное, лет 7 ходила на театральной и сидела, как все мутанты, обмазанные глиной там, и нормально себя чувствовала в очередях. Понимаете, это все было в моей жизни. И, конечно, сейчас я себе позволяю более дорогой уход, потому что я считаю, что проще потратить на себя, чем что, Настя, чем сожрать булочку. Не экономьте на себе. Ваша внешность потом вам скажет спасибо. Вы будете получать такие приятные комплименты, как я. Очень хочу выйти замуж, но пока никто не берет. Ленусик. Хочу услышать совет Маши по этому поводу спасибо. Вот обожаю здесь бывать. Ну вот прям, как не врасплох, так... Лена. Так, знаете, сколько женщин сейчас хотят выйти замуж? Господи. Сколько моих подруг хотят выйти замуж. И что? Вот вам сейчас посоветую, а им что делать? Хочу выйти замуж. Ё-моё. Чё, моя фотка не висит тут? Где моя фотка? Вот. Не висит, не буду отвечать. Шучу. Не знаю. Давайте так. Если хотите выйти замуж, прекратите ставить это во голове угла каждого вашего дня. Прекратите выходить на улицу с целью «Хочу выйти замуж». У вас-то надпись на лбу будет написана. Она пугает мужчин. Пугает. Все знают этих женщин с жадными глазами, сидящих в кафе, дудолищах 3 часа 1 сачок с надписью «Хочу выйти замуж». Не надо. Не надо. Мы женщины современные, разносторонние, развитые. Наполняйте себя. Наполняйте. Увлечениями, хобби, делами разными. Напитывайте себя, чтобы когда он случайно появится в вашей жизни, пройдет мимо, подойдет к вам в ресторанчике, или в парке, или в кафе, вы будете представлять для него совершенно бесценный объект, интереснейшей женщины, интеллектуалки, хохотушки, с чувством юмора, прекрасно выглядящие. Займитесь пока собой, а он вас найдет. Правильно. Найдет. Не пропустите. Займитесь разнообразием в свою жизнь, внесением этого разнообразия. Вот тогда почему-то как-то маятник вселенной начинает работать круче. Я своего мужа встретила ровно в тот момент, когда думала, что все, мужчину я больше никогда не встречу. Я вообще уехала страдать в Крым, между прочим, по одному дураку, который разбил мне сердце. Мне казалось, что в ближайшее время мое сердце никогда не раскроется ни для кого нового. Шла по улице и идет. Мой муж будущий. Вот так. Вообще не думала тогда про это. Поэтому мне кажется, что надо чуть-чуть как-то перевернуть свое сознание. Очень хочу выйти замуж. А кто не хочет выйти замуж? Я. Правильно. С кем бы из украинских звезд вы бы хотели провести откровенную беседу? Пригласили бы кого-то из своих друзей? Или под удар попадают только недруги? Ну вы что? Или близкие, и не очень близкие люди? Аня, ну вы что? Притула, мой друг. Леночка Кровец. Не-не-не-не-не-не-не. Ой, это больная для меня тема. Ёлки-палки. Аня, я бы хотела провести беседу в студии откровенно со всеми нашими знаменитыми людьми. Правда. Мало того, мы сделали предложение, пригласили абсолютно всех, чью бы фамилию вы сейчас не назвали, вслух или про себя. Мы пригласили по 100 тысяч раз каждого, кто крутится у вас сейчас на языке. К сожалению, очень многие звезды отказывают. Они пока не готовы к таким беседам. А я принимаю их по оппозиции. Не могу сказать, что я ее разделяю или понимаю, но принимаю. Поэтому, кого бы вы сейчас себе не придумали, знайте, приглашение от Ведверта он имеет. О чем сериал «Тройная защита»? Не понимаю, стоит смотреть или лучше не надо. А какой вы ответ от меня ждете? Лучше не надо. Не смотрите. Я сама закроюсь и буду смотреть. Ну, какой ответ? Я не знаю. Я снималась там полгода. Много времени отдала. Много чему училась. Много чего сделала. Много что в себе пришлось изменить и поломать. У меня проделана большая работа. Я лично буду смотреть, а вы решайте сами. Вы очень красивая умная женщина. Антон. Сегодня мужчины меня балуют. Кажетесь сильнее многих мужчин. Как вам это удается? Муж, ваш муж, не чувствует себя рядом слабым и беззащитным? Дорогой Антон. Вы видели моего мужа? Я сама с ним чувствую себя рядом слабой и беззащитной. Два метра интеллекта, аналитического ума и осетинского характера. Нет, он не чувствует со мной себя слабым. Я таковой чувствую себя с ним рядом. И огромное ему за это спасибо. По поводу сильнее многих мужчин и боятся они это... Я очень часто слышу эту фразу, что меня боятся мужчины и не только меня, в принципе, сильных женщин. У меня на это один ответ, если честно. Мне все равно. Понимаете? Потому что если мужчина боится женщину, это как бы немножко его проблемы. Сильная женщина в наше время это просто женщина, которая очень много делает. Честно вам скажу. Любая. Вот здесь сидящая, здесь вот во всем этом пространстве, где я нахожусь, куча женщин сидит. И все что? Пашут, скалывают. Потом они много начинают зарабатывать, хорошо выглядеть. В общем, все, что я тут вам глаголю. Просто меня видно, их нет. Они все крутые. Большинство современных женщин над собой работают, чтобы стремиться к совершенству, чтобы с собой менять мир, чтобы рожать здоровых детей и нести правильную мораль в наше общество. Мужчинам почему-то предпочтительнее таких женщин называть сильными и бояться их. Очень странно. Дураки, любите их, берите их, делайте их слабыми, носите их на руках. Женщины сейчас способны переворачивать горы. Им надо немножко больше от вас любви. А они говорят, что боятся. Ну куда это годится? Не надо женщин бояться. Женщин надо любить. И она сразу становится нежной, слабой, вкусненькой, прекрасной, нежной, кошечкой. Да она сильная вон в работе. Боятся сильных женщин. Чем вам надо заниматься, мальчики? Как вам концерт Эдель? Круто! Концерт Эдель, это круто! Мои подруги мне сделали подарок, я до сих пор в шоке. Спасибо, девочки. Я как дура уже их неделю благодарю везде, где бываю. Спасибо, девочки. Они мне подарили путешествие и концерт Эдель. Как вам новый альбом О-Э? О-Э. Океан Эльзы. Или еще не слушала? Слушала несколько песен. Ну я, конечно же, фанат Океана Эльзы. Конечно же, фанат. Слушаю. Если предыдущий альбом и знала наизусть, то этот еще не успела. Ребята молодцы. Наша гордость. Прыгит сами чаривни, незабудней, ведучей, Марии Евросынини. Я вас просто обожнюю. И я вас уже обожнюю. Вы супер ведучая, прекрасная людина. Мне неудобно читать это все при себе. Я захоплююсь, как на меня вы профессионал своей справы. Ну спасибо. Супер мама и дружина. Скажите моему мужу, что я супер дружина. А также неимоверная красуня. Господи, я знаю, что все досягается великой працею. Спасибо. Питание так. Ваш рецепт семейного счастья. Я розумію, что для каждой семьи он свой и який ваш. Божаю здоровья вам и вашей семьи. Радості, кохання. За терпением чекаю новых выпусков отверто. Ольга. Дякую вам очень, Олечка. Дякую вам очень. Такие слова приемные. Питание про рецепт семейного счастья. А он разве есть этот рецепт? Рецепт семейного счастья это никогда не забывать, что твоя семья должна быть счастливой. Вот не забывать про это. Не ждать, что кто-то сделает ее счастливой. Не упорно требовать что-то, кто вам якобы что-то должен, чтобы вы стали счастливой. Делать самому. Вообще, если вы поменяете некоторые механизмы в вашем устройстве, дорогие женщины, и мужчины и откажетесь от постулатов типа «ты мне должна, должен», «у меня должно быть так», «мне кто-то должен помочь, чтобы было хорошо», если вы от этого откажетесь, как-то все по-другому закрутится. Делайте для этого что-то сами. Вот делайте. Предпринимайте какие-то шаги. Я с очень многими вещами должна была смириться в особенности характера своего мужа. Но и со мной жить, представьте, как нелегко, сколько пришлось ему поменять в себе. Потому что, если так посмотреть на нас образца 14-летней давности, а ровно столько мы познакомились назад, то мы были совершенно несовместимы, ни в каком пазике. Судьба нас как-то свела и подарила нам двух наших замечательных детей. Поэтому это ежедневные какие-то вопросы, обстоятельства, ситуации. Но они все через призму того, чтобы наши дети и мы были счастливы. Никто вам ничего не должен. Вообще. Запомните это. Делайте все сами. И тогда получите бонусы. Цельбой. Что вас вдохновляет, помогает двигаться вперед? Этот ответ уже будет обширный, Аня. Потому что на сегодняшний день у меня еще и большой есть объем ответственности. У меня двое моих детей. 12-летняя Нана и почти двухлетний Александр. У меня есть телепроекты. У меня есть Черити Уикенд. Черити Уикенд, который помогает нескольким тысячам детей. Поэтому у меня нет возможности думать о том, что мне помогает двигаться вперед. Где я беру силы и энергию. Скорее всего, в своих близких, в своей семье. А что двигает, это моя ответственность. Я не могу остановиться. Если я остановлюсь, очень много детей, которые ждут помощи, ее не дождутся. Поэтому я живу в очень строгом режиме, в очень строгой самодисциплине. И я стараюсь делать так, чтобы ну, чтобы мы чаще улыбались, меньше плакали. Здравствуйте, Маша. Будет ли новый сезон Витверта? Я не знаю. Я ведь так ухожу, ухожу, ухожу от ответа. Но я не знаю. Пока на сегодняшний день очень много отказов. Те 30 интервью, которые мы записали, дались нам нелегко. Очень многих мы уговаривали. Некоторые сами приходили, некоторые просились. Но эти 30 интервью, записанные со стороны моих героев, с открытой душой и сердцем. Все остальные звезды, которых вы очень хорошо знаете, поверьте, всех, которых вы знаете, то ли думают, то ли отказываются. А программа строится на герои. Поэтому здесь я в абсолютной зависимости от их решений. Я не знаю, будет ли следующий сезон. К моему большому сожалению. Вот так. Ужасно переживаю за это. Как пришла идея проводить благотворительное мероприятие через эти уикенд? Где планируете отдохнуть с тем летом? Как думаете, Украина сможет достать мероприятие вероятного дня? Лора. Стук вопросов в одном, в одном. Благотворительные мероприятия через эти уикенд родились несколько лет назад, когда мы поняли, что просить деньги через Фейсбук нам не подходит. Я говорю о себе и о Валерии Татарчук, создателе фонда «Твоя опора», с которым мы благотворно сотрудничаем, и я уже являюсь на сегодняшний день попечителем этого фонда. Мы решили, что надо придумать способ, чтобы деньги нам поступали честным и отработанным путем, чтобы люди не жалели ни в коем случае и хотели попасть в наши мероприятия. Мы создали такой формат мероприятий, где люди гарантированно проводят очень полезную, информативную, веселое и круто время. Незабываемо. Слава Богу, у меня есть большой опыт, у меня много друзей, у меня есть понимание о том, какой хорошей, здоровой семью я хочу видеть в Украине. И я всячески культивирую этот образ и подход к этому вопросу. Поэтому все мероприятия черти уикенда так или иначе направлены на здоровье семьи, как психологическое, так и физическое. Все наши мероприятия проходят в очень крутой атмосфере. люди платят за вход и мы всю прибыль от продажи билетов отдаем на нужды детей, которые находятся под попечением фонда «Твоя опора». 11-12 июня в ближайшие выходные мы делаем масштабный чей-ти уикенд, настоящий вызов. Нам нужно собрать полтора миллиона гривен и у нас все будет происходить на территории Sky Family Park, где настоящий фестиваль здоровья, потому что развлечение, праздник души и сердца будет абсолютно для всех членов семьи. Пап, мам, детей, их друзей и так далее. Я предлагаю вам брать ваши семьи, даже папу, если он любит лежать на диване. Диван не обещаю, но на травке полежать сможет с вкусной едой тоже. Может побегать с вами, позаниматься милитари-фикнесом, дети с мамами смогут потанцевать, все семьи смогут принять участие в спартакиадах, поучаствовать в розыгрыше нескольких сотен призов, будет йога для беременных, будет просто йога для тех, кто не знает, с какой стороны для себя, с какой стороны подобраться к этому занятию и будет возможность попробовать. Все это будет 11 и 12, с 12 часов дня до 7 вечера вы сможете попробовать любой вид спорта, который вы хотите, поиграть в футбол, волейбол, аниматоры будут работать с вашими детьми, учить их, как делать зарядку профилактическую ЛФК, будет работать площадка здоровья, где специалисты будут осмотр делать профилактические легкие ваших детей, проверять зрение, плоскостопие, даже УЗИ сердца аппарат у нас будет, и все это всего лишь за входной билет, вы покупаете входной билет и все в вашем распоряжении, два дня программа, главное успеете все обойти, параллельно можно будет кушать, можно будет прыгать на батуте, принимать участие во всех аттракционах, которые предлагает Sky Family Park, на особый день будет работать сцена, в субботу я буду делать свою персональную тренировку на сцене, в спортивном костюме, буду показывать вам тренировку, которую мы с Ксенией, моим персональным тренером, практикуем три раза в неделю в спортзале, поэтому welcome, присоединяйтесь, а в воскресенье 12-го будут выступать Open Kids и Монатик, поэтому развлечений во, нам нужно очень много людей, потому что билет недорогой, а дети тем более бесплатно, поэтому зовите всех, где планируете отдохнуть этим летом, я не думала еще об этом, мне нужно пережить 11-е и 12-е, как думаете, сможет ли Украина достойно принять Евровидение 2017, но в 2005-м же смогла, ребят, давайте оптимизма немножко, в 2005-м смогла, отвечаю вам, человек, который был изнутри, там, гордился и был частью очень достойного представления, сможет и в этот раз, сможет, главное, побольше честных людей и побольше профессионалов, чтобы этим занимались, Машуни, скажите, какие книги читали, что понравилось, что нет, что читаете в данный момент, что порекомендуете почитать, я всем порекомендую почитать Антонио Миннегетти, женщина третьего тысячелетия, я сейчас заканчиваю читать эту книгу и всем женщинам рекомендую, так, Маша, вы такая активная девушка, как вы успеваете ли это время в своей семье, не обижается ли ваш муж, что вы уделяете время ему, Стас, какие мужчины себе сознательные вопросы задают, мой муж занят больше, чем я, честно вам скажу, мы двое работающих людей, мой муж работает на государственной должности и занимается вопросами экономики нашей страны, ему тоже нелегко, я думаю, что даже тяжелее, чем мне, он бесконечно занят, бесконечно не в доступе, мы детей видим редко, но у нас есть определенный набор правил, которые мы не изменяем, по выходным у нас нет няни, по выходным мы с детьми, даже если мы на работе, мы таскаем их с собой, потому что иначе у нас вообще не будет никакого шанса с ними видеться, мы стараемся собираться к ужину, когда бы ужин не происходил, собираемся по вечерам, даже если это очень поздно, за один столом, Александр правда выпадает из этого режима, потому что в девять мы спим, но пока ему хватает родителей, потому что мы на него на выходных обрушиваем такую порцию любви и энергии, что он бедный уже аж так укачивается сам, мы молодые люди с желанием что-то изменить, поэтому я уверена, наши дети будут нами, если не гордиться, то уважать, но мы не упустим возможности, время, свою энергию, профессионализм и жажду эту, не положим ее на алтарь того, чтобы потом, ковыряясь в носу, зудеть о том, что мы чего-то не сделали, это наш выбор с Тимуром, мы пока ему следуем. Какие продукты вы полностью исключили из своего рациона? Господи, какие качели, чтобы выглядеть так хорошо. Я совершенно не ем мучное, совершенно, я не ем торты, булочки, хлеб, я не ем практически ничего заварное, жареное в сухарях, майонезы, кетчупы и так далее, я не ем суп, продукты, колбасы и так далее, я ем только живую еду, свежеприготовленную, и в принципе ем все, много ем, кушать хочу сейчас. Расскажите о своем актерском опыте, как вам работалось на площадке, я очень жду примеру сериала, ну хоть кто-то ждет, Катерина. Ну, мне было нелегко, Катя, я волновалась жутко, волновалась страшно, особенно в первые дни, когда Анатолий Николаевич Матешко приходил на площадку, и нужно было приступать к своей роли. У меня были очень сложные там моменты, там было несколько тяжелейших сцен, просто адски тяжелейших для меня, когда я волновалась, нервничала, повторяла дубль за дублем. Анатолий Николаевич мне помогал, работал со мной, все происходило, знаете, как у меня аж в ушах гудело, вот сейчас вспоминаю, как в таком каком-то другом измерении. Я сама жду премьеру сериала, что вам хочу сказать, жду с нетерпением осенью. Маша, я видела новость, что вы снимаетесь в сериале, это правда, правда, Паша, только что сверху поговорили на эту тему с Анной. Маша, вы замечательно выглядите, как часто вы занимаетесь спортом. Спасибо большое, я занимаюсь спортом три раза в неделю, это когда я довольна собой, когда я горжусь собой, я занимаюсь пять раз в неделю, и ухожу еще на два урока по Пилатесу. Как ваша команда уговаривает звезд прийти к вам на передачу? Добрый день, Ольга. Ну так уговаривает, кто-то уговаривается, кто-то нет. Звоним, предлагаем, говорим, что нужна только честная беседа, что не будет никакой желтизны, что мы будем говорить исключительно о жизни героя, и нам нужно показать портрет героя, рассказанный его устами, что не будет провокаций, не будет подвохов. Снимаем много сюжетов об этом герое, который он смотрит в студии и сам же их комментирует. Вот. Так и снимаем. Маша, скажите, пожалуйста, сложно ли вести беседы откровенно? Все плачут. Это, кстати, была неспланированная акция. Мне теперь все говорят, что все плачут, но я сама этого не ожидала. Наверное, сложно морально. Не просто морально. Как вы будете разговаривать с героем? Не чувствуете, как будто задевается живое. Я к живому подбираюсь очень аккуратно. Перед разговором с Антоном Лирником я уже знала, о чем я буду с ним говорить. Понятное дело, я знала об этой трагедии. Вообще, я не спала несколько ночей. Я и в студии подбиралась осторожно и не сразу. Мне было тяжело. Это как в жизни. Ты же не всегда с человеком можешь заговорить о том, что больно. Однако, я же говорю, что человек, приходящий на площадку, отдает себе отчет, что будет затрагиваться эта тема. Поэтому он уже заранее принимает решение, будет говорить или нет. Но беседы непростые. Плачут? У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, мое наблюдение сводится к тому, что человеку очень непросто в студии сидеть и, отслоившись, смотреть на свою жизнь, на все сложности. Мы же идем по болевым точкам. Очень непросто осознать здоровому организму, любому из вас, каждому, посмотреть на свою историю со стороны, причем вот в таких очень сильных акцентах. И, конечно, ну, конечно, тогда нервы сдают. Любой, мне кажется, посмотрел бы на свою жизнь и нашлось бы место скопой слезинки. Жизнь, к сожалению, не всегда радостная штука. Примерно, давайте, про ранние три вопроса. Уже? Ого, ничего себе, уже час прошел. Так, сейчас, так, расскажите, сейчас вы делаете зарядку. Ну, я делаю так, как отпраздновали свой день рождения. Это вы знаете. И мне подруги сделали сюрприз. Так, курорт, борщ. Я не умею готовить борщ. Про семью поговорили. Как я отношусь к критике со стороны? Никак. Со стороны родственников слушаю критику. Со стороны авторитетных людей слушаю критику. Вы прекрасно одеваетесь не только в эфире, но и в повседневной жизни. Вам кто-то помогает? Команда стилистов. Помню, раньше вы были совсем другой. Да уж, раньше я была другой. Смотрите, в работе мне помогают стилисты. Все мои съемки, все мои телеэфиры. Это работа Танюши Немченко, моего стилиста. Уже очень много лет в жизни одеваюсь сама. Вот на мне H&M. Красивенький нашла H&M, видите? Главное уметь найти. Я быстро забежала в Мадриде и прикупила себе кавкейку. Ну что, все, господи, сколько вопросов. Спасибо вам, столько вопросов. Радуюсь, страшно. Так, ну что, заканчиваем? Пьете чай, пью чай, допиваю чай. Как вы представляете себе старость? Я не представляю себе старость. Я буду очень веселой, крутой, продвинутой модной бабулькой. Все, отстаньте, у меня до старости еще вот столько. И вообще, через 10 лет я точно уверена, что изобретут таблетку вечной молодости. Но я точно не изрежу себе морду, это я вам точно говорю. Ну что-то, ну не изрежу себе вот это, бурдалака не сделаю. Я боюсь ужасно. Все, мне надо бежать. У меня еще дальше встреча с детками. В гостях уточка была Маша Игорь Синина? Да, это была я. Да, это была я. Спасибо вам большое. И спасибо Точка Нед за приглашение. И спасибо, что зовете меня часто. Знаю, что в этот раз вы позвали меня, чтобы я проанонсировала черти уикенд. И я вам за это благодарна. Я вообще благодарна нашим медиа за поддержку, тем, кто поддерживает нас. И с благодарностью всегда отвечаю на их предложения. Ребята, приходите к нам 11-12, будет круто, вы повеселитесь. Даже если у вас нет семьи, берите молодого человека, ребенка. Если нет ни молодого человека, ни ребенка, приходите с подругами. Там и познакомитесь, возможно, с каким-нибудь молодым человеком. Почему нет? Будут все. Ограничения возрастные не существуют. Развлечения спортивные для всех абсолютно предпочтение. Даже если вы не спортивный человек, потанцуем под Монатика, под Open Kids. Просто послушаем музыку, вкусно поедим. Приходите. Нам нужно собрать полтора миллиона гривен. Неподъемная сумма. Но мы постараемся. Приходите.